Ну что, друзья, окна помыла, потом вспомнила, что мне нужно сделать еще одну работу. Помните, зимой был очень холодный подоконник, и я говорила, что я буду снимать облицовку, вот эти вот, как это называется, не знаю, как они, откосы, отливы. Вот я залезла, как и предполагалось, это я уже вот эту всю пену, которая от ультрафиолета вся себя исчерпала. И сейчас пойду замешивать раствор, у меня осталась, во-первых, штукатурка короед, она очень мощная, друзья, я вам потом покажу. Вот, и вот эти все щели, здесь вот какая-то использовали даже, помимо пены, которая тоже вся в труху, вот какой-то поролон, что ли, использовали, не знаю. Короче, надо будет здесь пройтись, вот этой штукатуркой, чтобы подоконники зимой у нас были теплые. Вот сюда, в эти щели дует, заходит мороз. Ну, я рада, что я открыла, я увидела наш дом, первозданный. Я думала, там под вот этим сайдингом сразу бревна. Нет, здесь, вот здесь хорошо сделано, вы видите, здесь металлический профиль. Здесь сначала сделан каркас, чтобы была воздушная прослойка, потому что деревянный дом должен дышать. И только потом на этот каркас металлический крепился сайдинг. Так что здесь, на мой взгляд, сделано все хорошо. И там, конечно, кое-какой утеплитель, но все-таки присутствует. Ветрозащита, бревна не гниют, не приют. Влаги здесь нет, потому что здесь все вентилируется. И на фундаменте тоже есть вот такие продыхи, их называют, чтобы не прел пол, чтобы дом, так скажем, дышал, продувался. Все здесь сделано хорошо. Вот, сейчас пойду делать замес и буду вот здесь все заштукатуривать. Потом прицеплю вот эти наличники и уже зимой, вот только верхний я не снимала, зимой посмотрим, как будет. Доживем до зимы, я вам, конечно же, расскажу, как стало лучше или хуже. Но мне нужно здесь заделать вот эти все три окна, то есть снять вот эти наличники и замазать эти дырки, убрать эту пену и замазать. Еще, что я увидела, видите, дом еще, ну, это называется шелевка, то есть еще отшит, ну, типа вагонки наши, что ли. То есть не сразу идут бревна, бревна еще закрыты вот такой вот шелевкой. Так что наш дом защищен. И мы обращали на это внимание при покупке, потому что такие дома нужно всегда проверять, как крепился сайдинг, если там каркас, если воздушная прослойка. Потому что иногда дома готовят на продажу, прям цепляют этот сайдинг к дому, нет никакой прослойки, воздух не поступает. Закрывают таким образом, может быть, какие-то подгнившие бревна, ну, чтобы лишь бы продать, а там трава не расти. И мы, когда покупали дом, Лешек здесь ходил и все это дело проверял. Конечно, мы не вскрывали это все, но было видно и так, что здесь присутствует вот каркас. Каркас на фундаменте, ну и каркас, конечно же, на всем доме. А потом уже крепился сайдинг. Ладно, у нас сегодня жара, очень жарко. Я отрывала вот этот градусник и испортился. Шоколад все там побелела. Жалко мне эту осу. Она здесь хорошо вписывалась. Ну, будет повод купить новый красивый градусник. Вот, а это сейчас брошу в мусорку и потом вынесу. У нас сегодня очень жарко. Я когда мыла все окна, прям солнце было с той стороны, было жарко. Вот здесь у меня мешок с мусором собирается, потом выношу. Вот такие, друзья, дела. Сегодня такой день помывка, разборка, реставрация. Доброе утро, друзья. Сегодня уже, по-моему, 19 мая. Надо же, по-моему, день пионерии сегодня. Ах, как давно это было. В общем, я вчера сделала вот эти вот три окошка. Все там позамазывала. Повымывала опять заново. И прикрутила все на место. Вот вам показываю то, что было практически и в тех окошках. Или я там снимала уже ролик. В смысле, какой-то отрезочек. Вот, посмотрите. Я сейчас прям ножом. У меня здесь такой раритетный вилочек есть. Я его в огороде откопала. Может быть, даже это серебро, не знаю. Вот, короче, я вот так вот всю старую пену. Она вся уже такая вот была. Ну, вот такого коричневого цвета. От отрофиолета. Я вот так вот расснимала. Вот эти здесь наличники снимать не буду. Я просто... Удалось мне снять нижний без снятия вот этих. В тех окнах так у меня не получилось. А здесь вот получилось. Вот заглянула я вовнутрь туда. Не знаю, вам видно или нет. Но там хорошо запенено. И не буду снимать, чтобы потом вот там не замазывать. Решила просто реставрировать вот здесь вот самую основную массу холодного воздуха, который вот дует именно вот здесь. Вот. Вот у меня здесь такая вот масса штукатурки. Короед. Вот такой консистенции. Просто разведена с водой. И я вот так вот все это дело... Она очень хорошо контактирует, во-первых, с деревом. Я вам там уже показывала, по-моему, как я дырки в сарай не замазывала. И вот так вот, когда она засохнет, будет очень-очень хорошая защита от ветра. Ну и пена дальше не будет подвергаться ультрафиолету. У Лёши в Москве, когда ставили окна, он очень тщательно выбирал мастеров. И они, когда устанавливали окна, они ему сразу замазывали пену. Есть такая специальная смесь стиз называется. Вот это вот говорит о профессионализме мастеров. Но таких фирм, я думаю, в Чеплыгине мало. В Москве все-таки конкуренция побольше. И те, кто делают качественно, конечно же, сарафанное радио работает. И у этих фирм всегда есть заказы. И они пользуются популярностью. Маруся, ты пришла посмотреть. У нас стоит неимоверная жара, друзья. Я закрыла уже все окна. Вот сейчас вам покажу. Здесь вот не видно за шторкой. А вот здесь по-другому. Вот так вот выглядит шторобный каут с отражающим вот этим таким серебристым напылением. Потому что уже очень-очень жарко. Наступила жара. Конечно, заотопление я уже давно выключила. Вот таким образом. Вот он, первозданный дом с шилевочкой. Вот таким образом позамазываю. Здесь никакая ровность не нужна. Все это закроется водоотливом. Вот. Приятная такая смесь. Похожая, кстати, на глину. Я посмотрела, там дом, вот он даже еще был снаружи замазан глиной. То есть там вообще защита была. То есть бревна были еще обмазаны глиной. Потом облицованы деревом. Вот такой шилевкой. Типа нашей вагонки. Ну а потом уже, так скажем, современные хозяева сделали сайдинг. Получилось еще теплее. Ветрозащита, водозащита, влагозащита. Вот. Сейчас я здесь вот так позамазываю. Еще раз промою окна. Хотя я вчера хорошо их помыла. Все блестит. Может быть еще разочек пройдусь. Хотя окна чистые. А вообще у нас тупиковая улица. Вот туда вниз. И вот так. Там прям такая гора. Я как-то показывала. Зимой мы с Лешиком там ходили, гуляли. И все. И здесь очень мало машин. Поэтому у нас чисто нет пылюки со стороны улицы такой особой. Но ездят машины, конечно. Но их мало. Там я не знаю, если домов 15 будет еще вниз. Вот в принципе это все люди. Да не у всех есть машины еще, скажем так. Которые идут к себе домой или едут к себе домой. Так что с этим нам тоже повезло. Но у нас очень-очень тихо и чисто. Без пыли, грязи, копоти от машин. Поэтому и окна особо не пачкаются. Вот. Спасибо вам, друзья, за ваши комментарии. К крайнему видео. Вот. Ну вот так вот за разговором. Я даже угадала, видите, с разговором. Практически угадала. Сейчас вот может быть еще. Вот так сделаю. У меня здесь есть такой мастерочек маленький. Можно вот так вот. Хотя это не обязательно, я говорю. Это все закроется. Вода отливом. И надеюсь, теперь у нас зимой подоконничек будет теплым. И будет меньше теплопотерь в доме. Так что, друзья, любите ваш дом. Обращайте внимание на такие мелочи, которые как раз совсем не мелочи. Проверьте вашу пену, в каком она состоянии. Не поленитесь. Открутите ваши наличники с водоопливами. И посмотрите, что у вас там. Может быть, поэтому и холодно в доме. Здравствуйте. Соседи пошли. Ну, а я сейчас закончу здесь. И пойду поштукатурить цоколь. Маруська на столе спит. Вот. таким образом наглядно вам показываю что ничего сложного здесь нет здесь нет никакого не нужен никакой профессионализм не обязательно это караидом делать можно другой штукатуркой можно купить специальную штукатурку стис которая называется вот именно для этих целей но я посмотрела как ведет себя караид на сарае и поняла что мне как раз вот это то что нужно прикручу вот этот вода отверточка у меня не стала я брать вот у нас сегодня неимоверная жара 26 градусов и 14 ночи маруська спишь на столе до спишь ты моя красавица хорошо там тебе прохладненько я им оставила вот немножко не закрыла чтобы хотя бы одно окно было открыто куда им смотреть им даже не нравится когда окна закрыты коты не любят вообще закрытых пространств закрытых дверей и даже когда опущены шторы тоже не любят вот единственное окошко которая закрыла на две трети и так друзья это у меня здесь я приготовила от окон сняла сетки когда будет водичка вот прям здесь под давлением поставлю вот так на лестницу и помою здесь сетки значит убрала я клубнику два дня и убирала друзья казалось бы маленький клочочек но нужно было вынести ну то есть копаешь и вытряхиваясь вот эти корни клубничные ведерко копнул вытряхнул тут все было запретено в этих корнях клубники короче я здесь все это очистила и вот здесь посеяла петрушечку вчера поливала когда дали воду дали воду нам в 4 вечера целый день не было воды и и и сейчас почему-то нет там говорят то ли авария то ли что-то делают ну короче вытащила я наши баки которые мы в том году покупали в светофоре по моему по 840 рублей в одном баке у меня разведены гранулы конского навоза как подкормка для наших растений а вот эти три бака я заполнила водичкой после того как дали воду видите вся она какая-то мутная ржавая и сколько я не сливала все ушла ржавая ржавая вода видимо где-то меняли какую-то часть трубы вот так что у меня в доме тоже стоит такой бак уже с отстойной водой и вот для таких случаев когда воду закрывают потом включают и она вся ржавая нельзя пользоваться можно сказать техническая у меня в доме вот такой бак причем с серебром внизу серебряная пластина лежит чтобы серебро очищала воду ну и пользоваться теперь я навела в тепличке порядочек у меня уже здесь растут огурчики очень вообще не болели огурец даже не понял что я его пересадила то есть прям вытащила этот горшочек целиком и закопала прям вообще не нарушая корни так что здесь посадила я всего здесь 4 луночки но вот эти вот два росли огурчика я не стала уже их то есть два в одном стаканчике я не стала их разделять пусть растут уже два а вот эти вот по одному всего у меня получилось 4 луночки сделала вот здесь вот такую шпалерку по привязывала ну а перчик и дыньки буду сажать немножко позже пусть еще потеплеет где-то 22 числа буду сажать перчик не хватит мне моего перчика но он вроде как поправился вроде такие толстенькие уже стали стебельки вот высажу после 22 теперь у меня радость стал выползать тот далеко с которой не выползал то есть вот эти вот два из 14 2 у меня только вроде как не хотят вообще выползать а остальные все зашли ипомея вот только один вот этот вот вот здесь вот везде ипомея ну что-то что-то как-то не как вот а долихоз вот видите уже все вот здесь он тоже есть я просто сейчас его залила помочь ему там выбраться хотя может быть вона он видите ползет все таки будет то есть здесь зашло получается все то есть из 14 12 только не взошли вот сюда тоже занесла бак чтобы вода грелась поливать теплой водичкой огурчики и вот в общем здесь у меня уже друзья порядочек это все уберется и будет только вот четыре луночки огурчиков в теплице сейчас у меня не жарко видите затеняющую сетку я всю теплицу обтянула затеняющей сеткой и растением стало очень очень хорошо даже при открытых дверях без затеняющей сетки в теплице очень было жарко ну а теперь вот я видите как сделала набила вот здесь гвоздики по периметру теплицы и натянула вот это вот затеняющую сетку вот она практически со всех сторон и сразу я вижу что растением стало легче вчера еще посадила до конца до сажала помидорчики вот сколько здесь короче теперь вот эта вся сторона вот до конца практически до малинки это все помидорчики маленькие но даже маленьким помидорчиком вы знаете легче адаптироваться нежели вот таким высоким вот высокие помидорчики даже хуже переносят пересадку вот видите макушечки зелененькие это хорошо это он выживет а вот эти все листья все желтые вот что значит большая высокая рассада так что покупая рассаду тоже ориентируйтесь вот эти кусты большие помидоры лучше не покупать они больше болеют при пересадке теперь вам расскажу что я заметила проснулись жуки колорадские жуков я не видела но на вот такой вот травке с той стороны уже было столько яиц то есть жуки выползли колорадские и ошалели особенно вот там где у меня росла картошка в том году а в этом году чеснок во первых они офигели что это чеснок для них это не вкусно ну а в этом году всю картошку как вы помните я обрабатывала вот этим средством престиж и они не знают вообще теперь что им делать и откладывают яйца на траве вот так вот пошла расти цвести вернее клубничка тут пчелы гудят очень много цветов прям какие-то шапки шапки вот таких вот уже даже он под цветали пчелки жужжат мухи и не знаю вам слышно здесь гул стоит очень хорошо зацвела клубника в общем даже должен быть хороший урожай ну вот сейчас с вами пойдем мыть окна может быть я кого-то за мотивирую о как красиво цветет вот этот цветочек вы конечно мне там писали но я так думаю вы неправильно как-то на а олеги или как-то так называется не помню друзья не буду врать вы скорее всего говорили наверное вот про вот этот цветок он тоже вот-вот зацветет так вот эти вот калачики меня уже просто достали я с ними борюсь друзья прям их только с корнем вырывать вот ну вот пойдемте мыть окна а еще меня по плану не знаю сегодня или нет у меня есть мешочек специальной смеси именно специальной смеси для фундамента вот здесь хочу застукатурить фундамент вот в том году я здесь штукатурила вот успела осенью успела застукатурить вообще всю пристройку сделать такой небольшой дизайн а мы здесь уже не успела наступили холода надо мешочек этот пустить в дело поэтому может быть в следующем видео вам покажу как я это буду делать вот такую я использую штукатурку караед ею здесь я штукатурила вот эту пристройку добавляла колер и вот у меня остаток оставался в том году я просто вот здесь вот прям руками замазала щель на сарае она это представляете это же ну с улицы дожди мороз все вот посмотрите это осенью я она очень крепкая может быть даже я попрошу лёшика купить еще такой штукатурки и замазать вот это вот все по убирать и замазать все щели сарае в начале вот этой штукатуркой а потом мы будем облицовывать сарай делать так скажем красивым теперь сейчас я вам покажу что у меня уже получилось я замазала щели убрала этот весь истлевшую всю истлевшую пену вот у меня здесь осталось немножко вот таким маленьким мастер очкам я работала и руками просто пальцами и вот здесь я все по замазала вот вверх вот здесь вот это уже все вся пена уже вся истлела вот здесь и замазала в общем замазала все щели и сейчас уже можно не дожидаться сейчас в обратном порядке сначала прикреплю водоотлив а потом откосы и все к зиме одно окошко готово но у меня их еще много вот по этой стороне да мне кажется и с той стороны со стороны огорода тоже нужно будет все по проверять я думаю что ну так скажем нормальная теплопотери идут именно вот за счет вот этих щелей в окнах не за счет того что пена вся пришла в негодность в общем пойду работать дальше друзья еще немного информации надеюсь полезны решила я сделать мороженое вот такое карамельная купила на вал бересе вот такие силиконовые формы очень очень удобно я их разрезала пополам они вообще состояли из 8 вот таких ячеек но ставить морозильный лай удобнее ну как бы когда они по четыре на доску деревянную кладу и мне так удобнее так это была такая длинная форма из 8 вот таких мороженок вот хотела это карамельное мороженое облить шоколада и вот купила этот шоколад аленка это мой любимый шоколад раньше был друзья что же с ним стало фабрика красный октябрь это просто я не знаю какой то это крахмал или что это за субстанция короче когда я пыталась на водяной бане разогреть этот шоколад и потом на обмакнуть в него вот эти вот мороженки ну чтобы уж совсем из кема получилось у меня не получилось это сделать вот я просто это выброшу я даже это кушать не буду ни за какие деньги в общем две плитки шоколада аленка короче шоколад аленка это совсем не шоколад имейте это ввиду он не растопляется как должен на водяной бане разогреваться шоколад и превращаться в жидкость с этим увы соленкой проблемы